о чем говорят меня зовут дмитрий щеглов это о чем говорят мы продолжаем в первом эпизоде мы поговорили про дебиторскую задолженность бизнеса сургутского по земле и нюансы которые с этим связаны которые проистекают в то как вообще в принципе город должен выстраивать свою политику относительно распоряжения землей имуществом так что посмотрите если интересно сейчас поговорим про созданный значит история такая сандалы вот наша баня в центре города в на улице декабристов декабристав intra ли держинского но в общем дико бриз в это ульца декабрист до на улице декабристов известное здание его пытались продать в течение какого-то времени город пишу там гимназию заканчивала улице декабристов как ты можешь не gaming гимназия дано но она там этот она ближе хорошо бульвар а свободы здание по моему детству очень хорошо мне памятное конечно кучу раз и проходил мимо него и многие сургутяне тоже его хорошо помнят и значит его пытались продать потому что оно было нерентабельным его оператор не хотел этим заниматься накопил долги вот начали продавать продавать пытались за 110 миллионов рублей в итоге продавали продавали ничего не получалось не получалось в итоге продали за 55 миллионов рублей то есть дискон составил 50 процентов продали компании аврора эта компания отличается от других тем что она в тюмени тоже выкупила местную баню но она оказалась такой оказалась более древней чем сандуны и там потребовалась прям полноценная реконструкция этой бане но они этим на этим занялись то сделали и там вот как бы все сделали в сургуте получается сандуны потребуется только провести капремонт и здание будет снова включено обратно в оборот называться это будут городские парильни там будет собственно сами парильни там будет спа там будут ресторан какие-то еще развлечения ну то есть такой центр семейного отдыха ну пока по крайней мере так обещают инвесторы этого самого здания инвесторы этой самой компании ожидается что двадцать четвертом году где-то осенью она откроется а в декабре откроется уже прям полноценно на два этажа то есть целый весь комплекс будет работать даже показали показали эскиз дизайн проекта можем сейчас приложить показать так чтобы где-то здесь появилась она ну давай обсудим как как по-твоему развивается ситуация вокруг сандунов удачно ли складывается эта история мы с тобой обсуждали что продавать городское имущество нужно с умом и пониманием как и за что это как зачем это все происходит вот насколько ты оцениваешь как развивается история с сандунами городские парильними будущими мне кажется что в данном случае это твердый зачет городской власти сургута без всяких план усложнений и оговорок если в результате будет реализован тот проект который вот инвесторам вот этой компании из тюмени был презентован я думаю что да мы попросим смонтировать таким образом наш сегодняшний эфир чтобы вот этот ролик прямо даже прошел да вот внутри был шин это интересно посмотреть значит конечно такие проекты несмотря на то что они частные и формально не имеют отношения к муниципалитету власти должны протаскивать генерировать пиарить презентовать да и в общем-то в силу своих возможностей как-то отслеживать вот это как раз делает местную власть такой простите за каламбур деятельной заинтересованы в хорошем конечном продукте собственно одной из функций любой местной власти является привлечение инвесторов ну поскольку в россии экономика считается частной да не не государственные то как бы соответственно частных инвесторов большинство инвесторов частный капитал действительно и используют соответственно на то что произошло с сандунами это это очень позитивная новость вот это долго играющая умирающая вот эта пластинка да вот эти сандуны которые много лет находились на балансе городских тепловых сетей гтс вообще ничего не понимал что с этими сандунами делать потому что ну это было какое-то исчадие адского совка вот это бы я в этих сандуна был один раз в жизни я не знаю что нас туда затащила но этого было достаточно да и я понял что в такие помещения вообще даже не надо заходить это не экологично это небезопасно это просто не доставлять никакой радости вот и вот это как раз очень такой характерный пример того что власти неважно муниципальных государств этом они не очень хорошо управляют теми объектами и структурами теми сегментами до которые приспособлены исключительно для потребительского частного сектора вот наверное там асфальтированием дорог строительство мостов там не знаю самолетов наверное какие-то инфраструктурных проектов должна заниматься власть да а вот управлением баней но уж точно власть не должна заниматься и вот этот пример он такой картиночный вот на него вообще можно да там преподавать какой-нибудь там небольшой курс университете по муниципальному там администрированию там процессом управленческим конечно хотелось бы видеть подобные красивые презентации не только сандунов то бишь городских париль да теперь как этот бренд будет называться а там не знаю будущего использования дома пионеров или или бывшего кинотеатра аврора где тоже появился некий там инвестор который хочет социализировать этот объект и вернуть его к жизни он у нас уже есть целая компания которая в тюмени проводила реконструкцию старого здания это уже какой прогресс начался прямо вообще прям любо дорого смотреть надо только теперь еще найти компанию которая действительно занимается реконструкциями и позвать именно на дом пионеров тогда можно для этого что надо для этого надо муниципалитету нашему там прежде всего департаменту архитектуры и градостроительства поставить перед собой эту задачу нам необходимо наконец очень креативно решить проблему с домом пионеров озаботиться этим именно профессионально я об этом говорил миллиард раз дом пионеров раз уж мы отвлеклись но мы обсуждаем сейчас явление одного порядка дом пионеров это очень нетривиально и очень такая вызывающая амбициозная задача для любого толкового архитектора но в самом деле опыт мировой и опыт российский опыт той же тюмени опыт ижевска возьмите опыт возьмите татарии очень сильный в этом вопросе вопросе реконструкции старых деревянных зданий до используйте его существуют архитектурные школы бюро существуют специалисты существуют уже такие но реализованные идеи я видел в екатеринбурге классно люди эту же стоит вот деревянный абсолютно фасад с каким-то сохраненным там углублением ну частью частью бывшей постройки а над ним надстроена стекляшка зеркальная и вот эта игра ультра современной архитектуры с традиционным старым деревянным зданием она очень здорово работает на городской ландшафт очень здорово я хочу сказать что когда вот там я веду разговоры там с нашими вот с городскими там кто-то с кем-то со строителей с кем-то из архитектуры они как-то не воспринимают как какой-то вот как как идею ну типа а как там можно стекляшку там с деревом ну так это можно ну господи ну получите почитайте книжки там это все у вас преподавалось еще на первом курсе вот и то что с андунами да как бы муниципалитет повезло потому что появился хороший инвестор которому цена покупки в 50 миллионов они там 110 ну зашла да она ему показалось инвестиционно привлекательной должен ли был муниципалитет снижать продажную цену там больше чем два раза ну наверно в виде какой-то предварительный результат сейчас можно сказать наверное да потому что толку от этих сандунов не дали не на весь это будешь может хоть миллиард выставить на пеник до в жизни нику разумеется вот в случае например с агентством воздушных сообщений я по-прежнему считаю что там пытаться его просто так продать лишь бы продать лишь бы получить там сколько-то сот миллионов рублей наверное не надо наверно тоже надо как-то помониторить рынок поискать такого покупателя который бы развил и само здание дав ему новую жизнь и территорию вокруг а территория очень важно все таки да это как бы один из центров города сургута пересечения мощных и автомобильных и пешеходных трафиков с обилием жителей с обилием школ в этом районе все это как-то можно учесть таким образом чтобы чтобы помещение агентства воздушных сообщений до работала в полную отдачу именно в социальном плане на город и если вот я думаю что конечно же там наши городские чиновники они тоже очень удовлетворены результатом с этими сандунами потому что решено много проблем они избавились от ненужного имущества они получают хорошую картинку и хорошее наполнение если оно таковым будет подчеркнем это им хорошо удается презентовать своим горожанам это неплохо они показывают свою нормальную деятельность все прекрасно вот состоялись бы еще сандуны как сандунам как бани да это уже второй вопрос но я думаю что состоятся потому что там есть экономические предпосылки определенные вот кстати насчет экономических предпосыл почему у нас в 90-х годах захерели все эти городские бани на нефтяников вот эти же сандуны как ни шатка ни валка еще раз там были какие-то бани да я же молчу про баню в которой был редакционный офис 15 лет на на северной моя версия такая как бы сургут это очень дачный город да там сейчас у нас там больше 60 тысяч по моему дач ну и там 10-20 лет назад их тоже был были такие же порядки а соотношение к общему населению к общей численности населения процент дачников был еще выше и люди просто строили у себя бани на дачах и им стало не привык то есть как бы произошла качество инфраструктуры революции захотите городе сургуте он из деревянного города превратился в город вот ну нормально до комфортабельность социальные дусы а плюс люди старые сургутяне они понастроили себе дачи и вот эти все общие бани не очень-то стали нужны и небольшая кучка ветеранов которая кричала что это мигде попариться помнишь да у нас там были войны целые с муниципалитетом за эту баню на микро и нефтяника вот это все-таки маленькая небольшая кучка почему я думаю что сейчас спрос на подобный бизнес будет опять возрастать потому что население города увеличилась резко за следующие 20 лет за больше да даже за меньше перед промежуток и это население другое у него нет удачи у него нет удачи со своими бани и досуг какой-то муниципально проводить надо кроме того поменялась сама культура вот время препровождения у населения многие современные особенно молодые люди даже обеспеченные они не спешат обзаводиться таким хозяйством сложным обремителем как дача там как дачный участок тем более баня и это это привычки такого старшего поколения а вот это новое поколение она не прочь проводить досуг в том числе там в каких-то парильных так что культурно если это будет такой бизнес как вот мы себе представляем по тюмени по московским санду нам культурно это развитие города сургут тему всяких криминальных вещей связанных как часто встречается с подобным бизнесом мы не обсуждаем здесь уже вопрос культуры и качество менеджмента до вот этого объекта то что есть рестораны где не ресторана малина до бандитская а есть совершенно приличные заведения общепита где никаким криминалом не пахнет и это качество только качество менеджмента данного бизнеса надеемся что сургуту в этом плане повезет поэтому как бы твердый зачет ждем следующих интересных подобных аналогичных проектов которые бы нам презентовала городская администрация да мы будем за этим следить и затем как как садуны станут парильными посмотрим тоже насколько хорошо это получится надеемся что будет хорошо ну что ж подписывайтесь на наш канал на ю тубе читайте нас на себя про сточка ру и через неделю снова встретимся чтобы обсудить интересные вещи и события до свидания до новых встреч спасибо всем пока друзья короче оказывается такая статистика один лайк это 10 просмотров давайте будем нам помогать в ю тубе собирать эти просмотры вот каждый лайкает каждому там родственку другу отправляйте ссылки на наши мы обсуждаем интересные темы из нашей городской жизни они актуальны и нам кажется что это достойно того чтобы аудитория которая интересуется жизнью в городе могла на шага вот таким образом расширяться всем спасибо всем пока